С нами в студии Игорь Боровиков, CEO компании SoftLine Global. Форум, на мой взгляд, является уникальной площадкой, на которой можно встретиться с интересными людьми, обсудить деловые вопросы и, главное, понять те тренды, которые сейчас существуют, как в России и, в общем-то, как и в мире. Мы компания, которая родом из России, но которая вышла на более чем в 30 стран мира. Рынок программного обеспечения в России достаточно большой рынок. Основной тренд, который мы видим сейчас, это тренд на импортозамещение, который заключается в том, что основной упор делается на российский софт, на софт, сделанный в России, Made in Russia. И я считаю, что это позитивно. Если за счет этого тренда мы сумеем вырастить и создать такие крупные компании, то рынок сбыта для российского софта за пределами России реально существует. Во-первых, мы уже сейчас видим, что есть компании родом из России, но которые являются, по сути, мировыми лидерами. Давайте посмотрим, например, на продукцию лаборатории Касперского. Этот антивирус, он признан в мире, и мы видим, что он стоит в топах антивирусного программного обеспечения. Если в России появится еще несколько компаний такого уровня и такого размера, это будет очень-очень позитивно. Для высокотехнологичной и сложной продукции нужна, конечно, не только сама продукция, не только сам продукт, но нужна инфраструктура, которая помогает продвигать его вне России. А также сейчас мы видим, что государство в лице РЭЦ российского экономического центра активно пытается поддерживать опыт высокотехнологичной продукции. И я считаю, что это очень позитивный сигнал. Азия – динамично развивающийся рынок. Это очень здоровый рынок, который растет, на мой взгляд, колоссальными темпами. У нас очень хороший бизнес в Индии, у нас хорошо развивается бизнес в Малайзии. Мы с интересом смотрим на такие страны, как Индонезия – колоссальный рынок, колоссальный рынок сбыта. Ну и, конечно, Китай. Выйти и закрепиться на этом рынке непросто. Другой менталитет, разный может подход к бизнесу, но перспектива на этом рынке, на мой взгляд, фантастическая. Само по себе, когда российская компания выходит за пределы России, это уже некий вызов. Это вызов и для самой компании, и, в общем-то, для топ-менеджмента компании, для руководства компании. Но, с другой стороны, преодолев этот вызов, понять, что мы можем быть успешными и за пределами России, на самом деле, там уже становится все гораздо проще. Как я сказал вначале, на форуме у нас было много интересных встреч. Это как с представителями госорганов, так и с представителями коммерческих компаний. Наверное, все те задачи, которые мы хотели решить, мы решаем. И очень довольны участием на форуме. И, конечно, будем участвовать на нем и дальше. Хорошо. Пожелаем вам удачи, Игорь, спасибо вам большое. И будем надеяться, что у вас будет развиваться все в позитивном ключе.